Первое заседание Брянской областной думы первого созыва состоялось 23 апреля 1994 года. О вехах истории рассказывает выставка в фойе хрустального зала. Результаты 30-летнего труда законодателей. В 96-м году принят устав в Брянской области, в 98-м утверждены флаг, герб и гимн региона. В 2009-м Госдума поддержала инициативу облдумы и ввела 29 июня День партизан и подпольщиков. За три десятка лет приняты 3000 законов и около 10 тысяч постановлений, направленных на улучшение качества жизни населения, поддержку промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Какой бы партии не состоял депутат, у вас должна быть одна цель. Это работа на благо избирателей, которые оказали вам высокое доверие. В 2009-м году я также был избран депутатом по одномандатному избирательному округу Брянской областной думы 5-го созыва. И тоже получил этот бесценный опыт, который помог мне в дальнейшем, когда я уже был депутатом Государственной думы и сегодня работая на этом посту руководителем региона. Как сказал наш национальный лидер, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, у местного уровня власти особая роль и ответственность. Самое главное принимать те решения, которые отвечают запросам людей. Сегодняшнее достижение Брянской области говорит о том, что деятельность народных избранников продуктивна и созидательна. Депутаты работают в тесном взаимодействии с исполнительными органами власти, проводят встречи с избирателями, учитывают их пожелания в законотворческой деятельности. Ежедневный кропотливый труд, который позволяет региону занимать лидирующие позиции в стране. В 2022 году индекс промышленного роста в Брянской области составил 120,8%. Мы были третьей в стране по темпам роста. В прошлом году темпы роста составили 114,5%. Это седьмой показатель Российской Федерации. В этом году, по итогам вот этих месяцев, что мы отработали, у нас индекс промышленного производства 143,9%. Это 43,9% мы выросли. По стране где-то 6% средним плюсом. То есть мы выросли выше, чем наша страна в 7 раз. Это уважаемые депутаты. И вот я здесь говорю нашим ветеранам уважаемым, которые знают не понаслышке, что такое экономика. И у нас здесь находится и первый губернатор Брянской области, Юрий Евгеньевич Воткин. Все такое иметь ежегодно, такие темпы роста. За вклад в развитие местного самоуправления Александр Богомас вручил почетные грамоты губернатора главам некоторых районов. Среди них и руководители приграничья. Я вручил почетную грамоту Томилину, представителю Совета Русского округа. Вот он сегодня живет на границе. На границе. Я вот сколько раз ему говорил, говорю, слушай, давай там переехать в староду. Говорю, Александр Иванович, не поеду. Потому что люди видят, что я здесь. Люди видят, что я вместе с ними. И поэтому они находятся вместе со мной. Второй пример. Это Цыганок Сергей Иванович, Глопогарский район. Он также находится, как мы говорим, за ленточкой, за рвом. На границе. Живет с людьми. Показывает людям о том, что мы никому ничего не отдадим. И у нас достойные вооруженные силы, погрануправления, Росгвардия, которые охраняют людей и нашу территорию. А они являются примером не виртуальным, а реальным для жителей данных районов и для всей нашей Брянской области. Так что еще я хочу сказать им спасибо и давайте мы их поприветствуем. Брянщина всегда славилась героическими и мужественными людьми. В 2010 году областная столица стала городом воинской славы. Брянские законодатели решили пойти дальше. Знакомым доложенным решением стало учреждение депутатами 5-го созыва, почетного звания Брянской области, город, поселок, село, населенный пункт партизанской славы. Тем самым увековечена память о наших земляках, народных мстителях, внесшей плату в разрыв фашизма, в общую победу. Во время проведения специальной военной операции на передний край выходит взаимодействие законодателей и силовых структур. В регионе действуют меры поддержки для участников СВО и их семей, для родителей и вдов погибших защитников Отечества. В мае месяце будет 3 года, как нахожусь в должности начальника управления. Вижу и есть с чем сравнить. Поэтому наш народный депутат, как я всегда говорил, Александр Васильевич, делает все для того, чтобы благосостояние нашего региона росло, укреплялось. Ну а наша задача и наша цель – это безопасность нашего региона, безопасность России. Поздравить коллег с юбилеем приехали руководители и представители законодательных собраний многих российских регионов. Москва, Тверь, Смоленск. Областная дума – это орган избранников народа. Орган, который по праву заслужил уважение и честь на протяжении всех 30 лет. И это благодаря, в первую очередь, я считаю, консолидации общественных политических сил, которые собраны в областной думе. За этот исторический период вами разработаны и приняты основополагающие законы во всех сферах. Создана прочная нормативная правовая база, которая позволяет грамотно регулировать экономические отношения и вести эффективную социальную политику. По-особому тепло звучат слова от представителя нашего города-побратима Брянки. Луганская Народная Республика и Брянская область связаны исторически. Сейчас наш регион работает над восстановлением различных объектов в Брянке. И помощь эта бесценна. Ваша помощь затрагивает все сферы жизнедеятельности, как и культуру, и образование, и медицину. Спасибо вам, Александр Васильевич. Спасибо вам, Брянкин. Депутаты, ветераны, почетные гости продолжили свой праздник на Партизанской поляне. У мемориального комплекса тоже юбилей. В этом году ему исполняется 55 лет. Для гостей провели экскурсию по всему комплексу Музея партизанской славы. В завершении участники мероприятия возложили цветы к вечному огню и почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.